Привет, привет! Добро пожаловать в новый влог! Можно я вам похвастаюсь букетом, который я сама купила вчера на BP? Поехала заправиться и там продавались вот такие недорогие цветы, учитывая то, что здесь три подсолнуха, гипсофила, вот такие фиолетовые или голубые, по-моему фиолетовые. И также здесь достаточно много лилий, которые со временем распустятся и еще будут пахнуть на весь дом. Я так планировала купить цветы, а тут такой сучий подвернулся, поэтому я не смогла уйти без них. Вчера по акции купила ежевику, минус 50%, она суперспелая и нет ни одной порчины. Какая же вкусная ежевика у моей мамы? Ну, в этом году я к ней не смогу поехать и сегодня я планирую сделать чизкейк очень вкусный, летний. Но на самом деле вы можете за основу взять вот все остальное, да, и потом даже зимой выбирать какие-то фрукты, например, или консервированные персики. Это не столь важно. У меня будет ежевика, но с черниковой очень вкусно. И что нам для этого необходимо? Во-первых, мука, сахар, разрыхлитель, холодное масло, 2 яйца, желток, ванилька. Все правильные пропорции нужные я оставлю вам, как всегда, в инфобоксе. Из такого необычного, наверное, но у нас это продается в каждом магазине. Это специальный творог для чизкейков. Творог сорняковый. Сорник по-польски это чизкейк. Ну, вот что-то такое похожее. Их огромное количество и разнообразие в Польше. И сегодня я попробую сделать вот такой. С пудингом еще и с маскарпоне. Вы также можете взять, ну, мне не килограмм нужно, чуть меньше. Можете взять 750 грамм обычного творога и несколько раз пропустить его через мясорубку. Получится то же самое. Нам нужна такая гладкая-гладкая консистенция. Также пудинги. Пудинги в Польше есть в каждом магазине, даже в ближайшем ларьке буквально. И я беру вот такой обычный сливочный. Если у вас ванильный, то тоже окей. Нам необходимо полторы упаковки. И также пачка маскарпоне. Здесь 250 грамм. Начинаем готовить. Низ нашего чизкейка будет из песочного теста. И показываю вам лайфхак. Это рецепт не из термомикса. И у меня здесь уже отмерено 100 грамм муки. Для того, чтобы его быстрее и удобнее замесить, берем любой блендер и смешиваем муку. 2 столовых ложки сахара. Пол чайной ложечки разрыхлителя. И масло холодное, именно, небольшими кусочками. Ой, как быстро тает жара. Вы можете это все вымешать руками, но так реально быстрее. И теперь в блендере на любых оборотах измельчаем это все до крошки. Вот что у нас должно получиться. Теперь достаем наше тесто. Все идеально перемешалось. И формируем шарик. Смотрите, какая красота. И ставим в холодильник, чтобы оно немножечко охладилось. А мы разогреваем духовку. Духовку разогреваем до 180 градусов. И форма у меня, я не знаю, здесь где-то 24-25 сантиметров диаметр. Для того, чтобы тесто не сильно прилипало, это делать не обязательно. Но, как бы, я уже привыкла так. И мне так надежнее. Можно сделать круг из бумаги для выпечки. Или же я люблю смазать все маслом и посыпать панировочными сухарями. Так что, наверняка, знаете, готово. Теперь нам нужно выложить тесто. Его можно и кусочками вот так выкладывать. Но когда у тебя смазан уже низ, то это не очень удобно. Поэтому я буду его раскатывать. Бортики лишние убираем. Они должны быть не до края, а где-то так на 1-2 сантиметра. Сколько у вас хватает теста, как вы его раскатали. Сначала ставим запекать тесто 15-20 минут до золотистого цвета. Напоминаю, при температуре 180 градусов. Но смотрите, чтобы оно не подгорело. Окей. Теперь берем миксер. Вот у меня такая штучка, которая будет все взбивать. Выкладываем наш творожок. Ну, у меня он уже перемолотый, я вам говорила. И маскарпоне. Ванильку. Пудинг. Стакан сахара. Можете взять побольше, но я не люблю слишком сладкое. Думаю, что мне этого хватит. Взбиваем так, чтобы у нас получилась такая однородная консистенция. Нет, ну только посмотрите, какая красота. Теперь сюда же добавляем 2 яйца. И еще раз все хорошенько взбиваем. Выливаем на тесто. И половину ягод топим в творожной массе. Остальное мы будем выкладывать уже в таком свежем виде, когда это запечется. Девочки, это очень просто готовится на самом деле. Поэтому можете пользоваться рецептом по случаю и без. Это легкотня. Отправляем чизкейк в нашу духовку. Будем запекать 35-40 минут. Тоже при температуре 180 градусов. В самый низ духовки я ставлю воду. Обычная вода в емкости, которая подходит для духовки. Для того, чтобы наш чизкейк во время выпекания не треснул. Чизкейк готов. Теперь нужно дать ему остыть. Никогда не разрезайте такого плана выпечку сразу в горячем виде. Потому что она просто-напросто развалится. Вы можете сделать его с вечера. Дать остыть, поставить в холодильник. Дать ему настояться. И тогда он будет еще вкуснее. Ну что, готов мой чизкейк. Я, правда, не ставила его в холодильник. Обязательно попробуйте, пока есть свежие сезонные ягоды. Так, девочки, пока я дома. И пока есть небольшой бонус. Тоже вам покажу. Это не рекламная интеграция. Но, мало ли, вдруг кому-то из вас пригодится. Я показывала вам в инстаграме, что я заказала себе кроссовки, которые везде распроданы. Это New Balance 550 модель. Я сначала думала заказать белые. А потом решила взять черно-белые. Потому что у меня таких нет. И это очень удобные, легкие кроссовки. Классные с ретро-вайбом. И здесь вот такая, как бы, немножко состаренная подошва. Они реально очень удобные. И я заказывала их. Я вообще очень долго ждала их в других интернет-магазинах. И реально их разметают, как горячие пирожки. Такая же ситуация со шлепанцами изи. И я хотела бы себе еще на тренировке выбрать изи-кроссовки. Кстати, как они вам, если кто-то уже покупал. И еще мне нравятся уги на высокой подошве. Это все есть в польском интернет-магазине Prime Goods. Я оставлю вам ссылку. Но, опять же, повторюсь, девочки, что это не реклама. Просто они доставляют по всей Европе. У них есть размеры. Если вы искали, то сейчас еще и действует промокод. Делюсь с вами, скажем так, полезной информацией. Вдруг вы хотели купить эти кроссовки. За ними реально очень многие гоняются. Так что не реклама. Ну, я бы сама обрадовалась, если бы я где-то увидела скидку на одни из самых популярных кроссовок. Не только New Balance. Там и Nike, и Jordan. Все вот эти вот супер популярные, которые вы видите на многих стильных людях. В Инстаграме и на Пинтересте. Я буду их носить осенью. Хотя у нас, вы знаете, случается и плюс 15 даже в августе, и в июне. И погода в Польше достаточно нестабильная. И мне нравится то, что они не из сеточки вот сверху. У меня есть две пары New Balance. Но они, вот знаете, на какую-то дождливую погоду или более прохладную не совсем подходят. И вообще, я люблю этот бренд. Я как-то так, знаете, аж глянула, сколько у меня кроссовок от New Balance. Сейчас это мои третьи. То есть третья пара. А до этого было еще две. Но у меня как-то со временем стала больше нога. Я реально вот часто покупаю их, как оказалось. И они прочные. Дети тоже у меня отгоняли целый год в их кроссовках. При том, что я стираю их в стиральной машинке. Они не разваливаются. Вот. Я, конечно, сильно погрязла в домашние дела за это лето. Распаковка, которую я заслужила. Но лично мне всегда интересно смотреть, кто какой бытовой химией пользуется. Вы спрашивали меня, чем я отмываю душевые кабины. В основном я покупаю вот этот. Но я взяла еще кое-что другое. Это спрей от бренда Frosch. Он у нас продается много где, на самом деле. Я покупала в Rossman. Он не слишком ядреный. Но, в принципе, неплохо убирает налет и камень. Так как я влюбилась в пасту от The Pink Stuff, увидела в экшен еще и в жидкой форме. Именно для ванной комнаты. Будем пробовать. Пока что не знаю, как он работает. Если вы пользуетесь им, поделитесь. Я потом как-то сделаю апдейт. Но я также должна сказать, что у нас дома стоят фильтры на воду. Поэтому, благодаря вот этой соли, которая в фильтре, не так сильно оседает все. У мамы, например, вообще по сравнению с нами, очень много вот этого налета. И от него сложнее избавиться. Не смогла я найти вот эти гранулы с моим любимым ароматом розовой упаковки. Мне он пахнет пионами. Поэтому взяла с орхидеей, но не знаю, как там пахнет орхидея. Наши не особо пахнут, но вот это приятно. Это гранулы для аромата. Добавляются прямо в барабан. И сильно ароматизированный порошок я не могу использовать. И это удобнее, чем кондиционер. Не обязательно, но приятно. И меня они устраивают. Нет вот этого ощущения, что невозможно дышать. Как после тайды, например, я не могу спать в постели, которая постирана в тайде. Вот это такие штучки тоже покупаю в Росмане или от другого бренда, которые помогают избавиться от налета в чайнике. Они очень хорошо справляются со всем. И это периодически нужно сделать. Одной вот такой саше мне хватает, например, для чайника. Потому что хочешь не хочешь, но все равно что-то периодически появляется. И также взяла жидкий спрей для всего от The Pink Stuff Vection. И для чего его можно использовать? Пока не знаю, честно говоря. Но стало интересно. Доместас для унитазов, но в основном для дезинфекции беру. Есть более натуральные и щадящие. Ну как-то не знаю. По привычке пользуемся этим. Вы будете смеяться, но у меня две левые перчатки дома. Поэтому взяла пару. И у меня проблема. Потому что в основном все бренды производят, начиная с размера M. Потому что он самый универсальный. Они на меня велики. Ну что поделать. Это спрей для чистки плиты. Мне понравилась упаковка. И он вроде как эко. 96% ингредиентов натурального происхождения. Запахом базилика и мандарина. Но если честно, даже самое обычное средство для окон тоже хорошо очищает индукционку. Забыла сказать, что предыдущее средство, как и это, из лидла. Написано, что тоже типа эко. Все дела. Пахнет черной смородиной. И я не каждый раз мою пол какой-то химией. Но иногда реально грязно. Вот как, например, сейчас меня ждет супер уборка. Возможно, вызову клининг. Не знаю. Но все равно, даже если они приходят к нам там раз в месяц, они просят, чтобы была химия дома. Поэтому в любом случае, как бы, это пригодится. Иногда я покупаю более натуральное средство для мытья посуды от бренда Yope. Но если его нет в магазине, то отдаю предпочтение химическому. Но он хорошо отмывает жир. Это людвиг. И он пахнет мятой. У меня это средство ассоциируется с Польшей. Почему-то вот настолько нетипичный аромат был для меня, когда я приехала. Сейчас уже, знаете, если нужно что-то выбрать, то беру людвиг. Проверенное и приятный аромат. Который недолго удерживается. Но тем не менее. Вот такие штуки для унитазов. Мы уже какое-то время приобретаем их. Потому что, ну, это удобнее всего. Приклеил просто такую штучку. И готово. Не нужно там ничего вешать. Вот это вот все не пачкается. Это пахучка. Ну, не знаю. Мне кажется, что это как-то удобнее. А пахнет ли она? Ну, нормально пахнет. После уборки добавляем. И окей. Салфетки для очков. Они очень хорошо очищают. И иногда можно там тряпочкой протереть. И все нормально. Но если очки грязные там. Или нужно это сделать по-быстрому. То они очень выручают. 52 саше здесь. То есть, открыл одну. Почистил очки. И снова все видишь. Влажные салфетки. Это тоже в машину. Потому что в основном, когда я еду с детьми. Это мама, спаси, помоги. Если они что-то едят. Они всегда испачкаются. Так что это больше даже не для меня, а для детей. Вот такие у меня покупки. А вы поделитесь, чем пользуетесь вы. Возможно, я найду для себя тоже что-то интересное. Девочки, я сейчас собираюсь в поездку. Только что съездила на маникюр. Мне очень нравится, как выглядит такой чуть более плотный молочный цвет. Второй раз подряд его делаю. Это Neonail Snow Queen. Делаю у Алины, у своей. У мастера педикюр тоже сделала. Хочется быть при параде. Несмотря на то, что маникюр еще можно было носить. Но я решила все сразу обновить. Еду я завтра в Варшаву. И с одной стороны я так рада. А с другой у меня присутствует легкое волнение. Я сейчас сама дома. Потому что мы мужчины, вообще такой мужской компании, поехали в Хорватию. Да, снова, снова на море. Они поехали на кампере с дедушкой. То есть муж, дети и дедушка. Так как они ехали, наверное, дней на 9-10. Я сомневалась, что я смогу столько выдержать. Это раз. Потому что такой формат отдыха для меня неизвестен. Мы пробовали глэмпинг. И когда все в вот этой одной люксовой палатке, я вам рассказывала, что не совсем получилось отдохнуть. Я не хотела портить отпуск им. И вообще у меня на эти даты тоже был запланирован визит у хирурга. Поэтому я изначально сказала, что нет, мне нужно заняться своим здоровьем, я не поеду. У хирурга я была, я вам рассказывала. И когда они тоже решали, когда же они поедут, мне пришло приглашение на ивент от бренда Guerlain. И я подумала, что не каждый день тебя приглашают на мероприятие, организованное одной из самых классных люксовых марок. У них будет презентация новой уходовой линейки. И мало того, со всей Польши меня пригласил польский отдел. Пригласили только 30 человек. Это действительно, знаете, что-то, что вызывает у меня не просто радость, а именно как гордость за себя. Раз тебя выделяют, значит что-то в тебе есть. И тоже хочется познакомиться, пообщаться. И это что-то новое, это совершенно другое окружение для меня. Это тоже польская благосфера. Мне интересно, как это все выглядит, как у них там организовано. Интересно познакомиться, пообщаться. И я сказала, что на кемпинг я, возможно, еще успею съездить. А вот такое мероприятие мне не хотелось бы пропускать. Ну плюс еще визит хирурга, который потом в итоге перенесли. Но я в итоге решила, что я приняла правильное решение. И мы еще договорились с моей Настей, что мы поедем вдвоем в Варшаву. Мы останемся она чуть дольше. То есть мы раньше приедем и позже уедем, чем само мероприятие. И мы еще с ней проведем время вместе. Мы хотели бы там, возможно, сходить в музей, также на шопинг. И вообще нам всегда есть о чем поговорить. У нас никогда не случается разговор на две минуты. Это всегда затягивается на часы. И нам вдвоем очень интересно. Это близкий мне по духу человек. И я сегодня уже отвезла Юкасю к няне, скажем так. Это доверенные люди, с которыми мы можем за денежки оставить ее. Там также трое собак. И поэтому я знаю, что она остается в надежных руках. Все будет в порядке. Дети тоже под присмотром. Им интересно. Заканчиваются летние каникулы. А у меня вот появилась такая новая возможность. Конечно же, это, знаете, такой какой-то новый старт, что ли. Я не знаю, к чему меня это приведет. У меня нет вот прям конкретного решения, что да, я буду переходить на польскоязычный там YouTube. Этого в планах как бы нет. Но я подумываю об Инстаграме на польском. Я вам рассказывала, опять же, что у меня пока что нет на это времени и сил. Но, возможно, это тоже станет таким толчком, чтобы ввести еще одну страничку. Потому что сейчас я стараюсь ввести свой Инстаграм на двух языках. Кто-то говорит, что для алгоритмов это плохо. И мне очень приятно, что меня заметил польский отдел мировой компании. Я очень давно не была в поездках. И, возможно, потом приеду, расскажу, почему так. Ну, на самом деле, причины как бы очевидны. Потому что пришел ковид. Все накрылось медным тазом. Потом началась война. И как бы все то, что было запланировано на 2022 год, оно все просто испарилось. И, конечно же, мне жаль, девочки. Конечно же, я чувствовала, что нет никакого развития, что ли. Вот все как-то, знаете... Да, ради удовольствия, несомненно, я обожаю то, что я делаю. Но тоже вот когда есть какая-то подпитка, когда есть какое-то, знаете, что ли, одобрение со стороны, что вот ты классная. Мы хотели бы с тобой как-то там заколлаборировать, пусть и в рамках ивента какого-то. Никто не знает, что из этого получится. Мне очень приятно, правда. И да, завтра мы едем в Варшаву. Сейчас иду собираться. Конечно же, беру вас с собой. 9.30. Едем выjątkowo на дом 3. Приберем. Я набираю вам, przepрошу. Мы уже на месте. Настя выбрала для нас отель Pura. Это польская сеть. Они не очень дорогие, но стильные. Здесь красиво. И также должно быть комфортно. Я, правда, ни разу не ночевала, но я думаю, что это был хороший выбор. Настя еще и забронировала нам какой-то спам. Завтра утром идем. И еще что-то для рук. Процедурки. Так что у нас и релакс, и ночлег. Несмотря на то, что меня абсолютно ничего не связывает с сетью отелей Pura, мы здесь остановились как обычные посетители, клиенты. И я хотела бы показать вам его поближе, потому что это настоящий архитектурный объект. Мы с Настей рассматривали все. Начиная с мебели, заканчивая какими-то мелкими деталями. Интересно, что эти отели всегда находятся в хороших локациях, удобно везде добираться. И также вся мебель высочайшего качества. Да что там говорить о мебели? Каждая, знаете, мелочь. И что интересно, в варшавском отеле использованы какие-то произведения искусства, элементы декора или мебели, польских дизайнеров. И кормят здесь вкусный вообще сервис на высочайшем уровне. Мы остались настолько довольны, что если мне когда-то еще раз придется побывать в Варшаве, я однозначно остановлюсь здесь. И цены очень демократичные. Я вам рекомендую. Сегодня многое для меня впервые, потому что я впервые ехала на польском поезде. До этого как-то мы, ну не то чтобы в общем, в принципе, много путешествовали по Польше, так получается, но если даже ехали в Варшаву, то на машине. И мы также с Настей ехали на скоростном поезде. Для Насти это не в новинку, но я была поражена чистотой, комфортом, сервисом. Бесплатно выдавали воду. И также там был вагон-ресторан, в котором мы провели большую часть времени. Там не было много людей, мы болтали. И также я заплатила за завтрак не слишком много. Дешевле, чем в какой-то сетевой кавьярне, чем в аэропорту, чем даже в любом краковском кафе. И дешевле, чем в самолете и вкуснее. Так что я довольна. У нас нет какого-то конкретного плана. Нужно уточнить, во сколько у нас там спа. Но в целом план погулять, пошопиться, а мероприятие будет завтра. Мы пришли в заведение, которое я видела раньше у других. И Настя меня сюда привела. Оказалось, что это именно оно. Здесь целый день подают завтраки. И что-то пошло не так, потому что мы собирались всем этим поделиться. Но оказалось слишком много. Поэтому мы с собой заберем. Я не знаю, но у нас реально есть торбочка. И возможно возьмем. Выглядит очень аппетитно. Корцы нереально большие. Так что приятного аппетита. Мы прохлаждаемся на террасе. И болтаем. Дополняя предложения друг друга. На одной волне. Если бы подружка не записала нас на массаж рук, я никогда бы не узнала, насколько это приятно. И как только массаж одной части тела способен расслабить абсолютно все тело и даже голову. Нам его выполняли при помощи пчелиного воска и масел. Мы с Настей наконец-то получили наш номер. Но мы уже и пообедали, и на массаж рук сходили. И мы все не перестаем восхищаться каждой деталью. Покажу и вам. Вы когда-то видели такие шкафы. Посмотрите, они текстильные. А нет, они под текстиль сделаны. Но я была уверена, что это прям текстиль. Выглядит очень реалистично. Вот такие ручки. Здесь спрятан сейф. Холодильник. Даже есть гладильная доска. Настолько все стильно, я прям не могу. Умираю. Рабочая зона. Телевизор. Большое зеркало. Это мы. После массажа водичка, чайник. Кстати, на территории отеля есть кофемашина. И можно безлимитно пить горячие напитки. Нашу отдельную кровать из Настей. Кстати, номер вроде небольшой, но очень уютный. И смотрите, нам повезло, как сказала Настя. И у нас классный вид на вот такое старинное здание. Мне понравился вот этот балкончик. И улица. Невероятно стильная ванная комната. И здесь еще и качественные всякие мыла, шампуни, кондиционеры и так далее. Такой душ. Все как из Пинтерест, я вам честно говорю. Не хочется отсюда выходить. Просто у меня 35 лет были сильно прямые волосы. А теперь они сошли с ума. Видно? Да. Нет, капец. Смотри, она прям пружинками. Юп-юп-юп-юп-юп. Все, я иду спать. Почти с укладкой. А, кстати, вот так прикольно. У меня есть заколка. Бери, да, волосы. Чао-какао. До завтра. Я еще очень сонная, но нас уже ждет кое-что приятное. Это утренняя процедура, которая входила в цену отеля. Это сухая сауна, в которую мы сейчас отправимся. Но не просто так. Также нам дали воду с аромными маслами. Это эфирные масла, которые мы будем выливать на горячие камни, чтобы шел пар. И пилинг, тоже клубничный какой-то там, сахарный, с маслом. Для того, чтобы потом в душе сделать уход за телом. Какое здесь все красивое. Даже вода с фильтром может выглядеть как эстетическое наслаждение. Пьем водичку. Я перепутала сауну, мы идем в сухую. Ау! Решил, блин. В конце нас еще угостили персиковым смузи. А теперь меня ждет массаж лица, на котором я давно мечтала. Я уже давно слышала о том, что массаж это вообще отличная тема для поддержания овала лица, тонуса. И вообще это хорошо сказывается на женской красоте. Не поверите, но когда-то я уже записывалась на массаж Кобида в Кракове. Но как-то мастер заболел, потом у меня не было свободного времени. Я очень рада, что она у меня появилась вот в этой небольшой поездке. Это отличная альтернатива ботоксу. И это не тот массаж, который просто вас как-то расслабит. Порой это было даже не очень приятно, честно говоря, иногда больно. И такой массаж также показан тем, например, кто страдает бруксизмом. Вот знаете, когда зажимаешь зубы, когда стачиваешь их. И вообще кожа после этого массажа настолько мягкая, она как воздушная такая становится. И при этом мышцы все тоже подтягиваются. Я под огромным впечатлением. И такой массаж можно делать ну хотя бы раз в месяц. Не слишком часто тоже. Мы с Настей ходили по всем люксовым магазинам. И нас ничего так не впечатлило, как аутлет польской керамики. Здесь такие смешные цены. И мне очень много что понравилось. Сейчас вам покажу. Но я ленюсь это покупать и потом тянуть своим ходом на поезде. Смотрите, вот какие большие, маленькие блюда, тарелки. И здесь просто, ну, целый огромный магазин. Подсвечник, типа как в H&M, там Zara Home за 4,50. Это чуть больше 1 евро. Вот такие блюда, типа как у меня. Но дело в том, что наши уже немножко побились. И не мешало бы их обновить. Но мне правда так не хочется дарабанить это все самой. Помимо тарелок, здесь формы для запекания. Всякие там штучки для соли, перца. Чайные сервизы есть с золотом и без золота. И для всяких там закусок, стартеров. Для масла. Реально разбегаются глаза. Вот 2 евро, даже меньше. Шок. Смотрите, супницы. Ну, вот правда очень много. Формы для запекания. Это в центре Варшавы. Иногда вы меня спрашиваете, где можно найти польскую керамику. Вот здесь по шикарным ценам. Я в шоке. Сейчас посмотрю адрес. Жалко, что мы едем с Настей. И нужно тянуть в руках. С подружкой мне, конечно, так повезло. Она золотой человек. Она предложила мне приехать чуть раньше на место. Поснимать меня. Показать вам что-то. И так же побудет вместе со мной. У меня легкий мандраж. Я практически готова. У меня такой легкий макияж. Я сегодня утром была еще и на массаже Кобида. Слушайте, у меня совершенно другая кожа. Она как будто такая воздушная. И прошли все зажимы, даже о которых я не знала. И мы настолько релакснули с Настей утром, что несмотря на то, что день только начался, мы были готовы уже отправиться ко сну. Такое было состояние. Вот легкости абсолютной. Ну, ощущаешь себя по-другому. Вчера мы были на массаже рук. И это уже кайф. Смотря на какого мастера попадешь. А Кобида это глубокая проработа мышц, моделирование. У меня был лифтинг-массаж. Мне подтягивали весь овал. И припухости быстрее уходят. Я прям, так как я себе дома сама делаю массаж, я понимала, что она помогает лимфе убраться лишнее. То есть она делала такой отток лимфы. И это было очень здорово. Прям я хочу вернуться в Краков и продолжить. Я очень давно хотела попасть именно на массаж Кобида. Выглядит забавно. Это не просто что-то там, знаете, вас погладили или что-то для релакса приятное. Это что-то, что даже будет работать в течение какого-то времени. Было бы здорово еще приклеить тейпы. Но я подумала, что потом непонятно, как я их буду отклеивать перед мероприятием. А вдруг останутся какие-то там не то чтобы полосы, но знаете, раздраженные участки. Все-таки это что-то, что держится достаточно мощно. Поэтому с тейпами я попробую в следующий раз. Но я довольна тем, как я сегодня накрасилась. Потому что я выгляжу как я. Я не переборщила. У меня очень легкие тонны лица. При том, что за окном тепло. Но вы знаете, в тени бывает прохладно. Или если работает кондиционер. Поэтому я еще и в жакете. Сейчас покажу вам свой наряд. Три глубоких вдоха. Все будет хорошо. Не учитывая того, что я, конечно же, поставила несколько пятен на платье. Потому что дезодорант постарался. При том, что он, блин, прозрачный. Но вот так всегда. Ничего, у меня зато и жакет. Так как дресс-код все бежевое, белое, золотое. То я выбрала платье сатиновое. Вот пятно. Но за жакетом не видно будет. Вот такое. Оно, кстати, не сатиновое, а из вискозы. Поэтому в нем комфортно. Вот такие босоножки у меня нарядные. Даже не босоножки. А типа как шлепки. Изары в камушках. Очень нежно выглядят. И ничего лишнего. Без жакета было бы лучше. Но что поделать. Я вот думаю взять эту сумку. Кстати, в жизни она посветлее. И такая прям серебристая. Или же, скорее всего, я пойду с этой сумкой. Потому что она какая-то не чересчур вечерняя. Мы потом отправляемся гулять. Мне будет удобно. И не будет этого слишком гламурного шлейфа. Пойдем. В этот день, признаться честно, я достаточно сильно нервничала. Как-то переживала, наверное, потому что я впервые была на мероприятии именно в Польше. И если бы не поддержка близкого мне человека, наверное, мне было бы сложнее. А так, вот даже благодаря ей, вы немножко так со стороны все можете увидеть. А не только так, как снимаю я одна. Спасибо ей за это. И у нас была очень красивая презентация. Все настолько здорово и со вкусом стильно украшено. Нам рассказывали об уходе от Герлен. Я давно знакома с их ароматами. Теперь будет возможность познакомиться с линейкой на основе черного меда. Ну, а наш вечер закончился в классном ресторане. Шопинг по польским брендам. Такой костюмчик из стопроцентной шерсти. Но сейчас забраковала жакет. Мне нравится. Такая деталь интересная. Юбка классная. Очень популярный бренд сумок в Польше. Филак. Но это какие-то новые модели. У них есть те, которые чаще всего встречаются на улице. Очень симпатично. Вот они. И еще одна. Сейчас покажу. Еще одна форма. Такие. Они бывают не только с гладкой кожей. Карамельная. То, что это у тебя есть. Ну, какого-то такого цвета. Смотри, это разная кожа. Видишь? А, серьезно, да. Прикольно. Угу. Мне все выставлено. Вот еще принесли модель Хоба. Не знаю, почему они не стоят в шоу-груме. И не в красивых цветах. Там Настя меряет еще. Тут и симпатичная. Посмотри. Ну да, идеальная мяч. Нет, форма, кстати, классная. Но у меня такое идет. Нет? У меня такое очень идет. А, идет, да. Снимаю тебя, снимаю. Тут ты всегда прячешься. Думаю, что ты виртуальный какой-то выдуманный персонаж. На базе яйчуклады, посетку, ручок, хрупко-мальнового oraz червона пазечка. Самые дорогие эклеры в моей жизни. Ну ладно, будем пробовать. Я, конечно, удивлена тому, что я сейчас скажу, но я не впервые в Варшаве. До этого она всегда казалась мне очень холодной, серой и неуютной. А в этот раз, несмотря на такой архитектурный хаос, здесь, наверное, можно встретить абсолютно все стили. Мне было здесь как-то легко дышать. Возможно, из-за погоды было солнечно. Может быть, мы просто никуда не торопились. Много гуляли, беседовали. Посетили заведение с такой здоровой, очень вкусной пищей. И я прониклась. Я буду рада сюда приезжать почаще. Не знаю, как здесь живется, но это однозначно город возможностей. Здесь проще и быстрее можно найти работу. Здесь больше денег. И надеюсь, что это не последняя встреча со столицей еще в этом году. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. А на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Продолжение следует...